Две мусульманские страны, которые причастны к массовым убийствам палестинцев в секторе Газа. Их прямого участия в бомбардировках нет, но мало кто знает, что они по сей день поставляют узурпаторскому режиму энергосырье, еду, металлы и многое другое. Вместо того, чтобы разорвать все отношения с сионистским режимом, как это сделала часть мусульманских стран, они способствуют его укреплению и развитию. И первая страна, у которой самый большой товарооборот с Израилем в регионе, около 8 миллиардов долларов, это Турция, лидер которой систематически угрожает Израилю и параллельно улучшает с ним отношения. В этом весь Эрдоган. Про вторую страну расскажет сионист Равин Михаил Финкель. Все государства вокруг нас, арабские, нам нефть не продают. Чтобы ехали наши танки, чтобы летали наши самолеты, их надо чем-то заправлять. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но та самая бакинская нефть, которая сыграла колоссальную роль в победе над Гитлером, заправлявшая танки Т-34, она заправляет сегодня и наши танки, и наши машины, и наши заводы. У нас в каждой автозаправочной станции Израиля практически бакинская нефть. Да, это Азербайджан, который на весь мир неустанно кричал об узурпации Армении и земель Карабаха, но в то же время стал ближайшим союзником и партнером сионистскому образованию.